Мороз так и трещал, вызвездило, воздух словно застыл. Рыбунг! О двери разбился горшок. Паф! Выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать. Тра-та-тара! Пришла почта! У городских ворот остановился почтовый дилежанс, привезший двенадцать пассажиров, больше в нем и не умещалось, все места были заняты. Ура! Ура! Раздалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за приход Нового года, приговаривая, С Новым годом, с новым счастьем! Вам славную женку! Вам денег побольше! Конец старым дрязгам! Вот какие раздавались пожелания! Люди чокались, а дилежанс, привезший гостей, двенадцать пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот. Что это были за господа? У них были с собой паспорт и багаж, подарки для тебя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут и что они привезли собою? С добрым утром! Сказали они часовому у ворот. С добрым утром! Ответил он, часы ведь уже пробили двенадцать. Ваше имя? Звание? Спросил часовой у первого, вылезшего из дилежанса. 1- Взгляни на паспорт! 6- Ответил тот. 6- Я, я! 0- Это был парень здоровый, в медвежьей шубе и меховых сапогах. 4- Я тот самый, на кого уповают столько людей! 2Приди ко мне утром, я дам тебе на чай! 4Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы! 3Тридцать один бал! 4Больше на чай я тратить не могу! 1Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло! 9Я, коммерсант, зовут меня Январь! 9У меня с собою только счета! 9Затем вылез второй, у веселительных дел мастер, театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. 9В багаже у него была огромная бочка. 5Из нее мы на масленице выколотим кое-что получше кошки. 6Старый обычай, долго державшийся в доне, в бочку сажают кошку и начинают изо всех сил колотить по бочке, пока, наконец, не вышибут из нее дно, 0и кошка, как угорелая, не выскочит оттуда. 0- Примеч! 1Переев! 3- сказал он. 1- Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати. 0Мне ведь и уделен самый короткий срок. 0Мне дано всего двадцать восемь дней, разве иногда прикинут лишний денек? 0Но все равно! 9Ура! 9- Нельзя кричать! 9- заявил часовой. 1- Мне-то! 5Я, принц Карнавал, а путешествую под именем Февраля! 9Вышел и третий, вид у него был самый постный, но голову он задирал высоко, он ведь был в родстве с сорока мучениками и числился пророком погоды. 9Ну да эта должность не из сытных, вот он и восхвалял воздержание! 9В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-пряткрошечных. 0- Март, марш! 0- закричал четвертый и толкнул третьего. 9- Март, марш! 9Марш в караулку, там пунш пьют! 9Я чую! 9Однако это была неправда, Апрелю все бы только дурачиться, он с этого и начал! 9Смотрелся он парнем-разудалым, делами много не занимался, а все больше праздновал. 9С расположением духа он вечно играл то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение! 0Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом, смотри! 9Примеч! 9Т.1, страница. 9196. 9- Я ведь тоже со стая квартирным комиссаром, сизывая на свадьбы, и на похороны, готов и посмеяться и поплакать! 9В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо. 9Да, вот я! 9Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и в муфте! 9Затем из дилижанса вышла барыня. 9- Девица Май! 8- отрекомендовалась она. 9На ней было легкое летнее платье и калоши, платье шелковое, буково-зеленое, в волосах анемоны, от нее так пахло диким ясменником, 9что часовой не выдержал, чихнул. 3- Будьте здоровы! 3- сказала она в виде приветствия. 9Как она была мила! 9И какая певица! 9Не театральная, а вольная, лесная, да и не из тех, что поют в увеселительных палатках, нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для 2собственного удовольствия. 9В Ридикюле у нее лежали, гравюры на дереве, Христиана Вентюра, Христиан Вентюр, один из выдающихся датских поэтов-лириков. 9Они поспорят свежестью с буковым лесом, и, стишки, Рихарда, Христиан Рихард, тоже. 9Эти благоухают, что твой дикий ясминник! 9Теперь идет молодая дама! 9- закричали из дилижанса. 9И дама вышла! 9Молодая, изящная, гордая, прелестная! 9Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. 7Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем не спесива. 9Но, конечно, она ехала не одна, ее сопровождал младший брат Июль. 9Июль, толстяк, одет по-летнему, в шляпе, Панама. 9У него был с собой очень небольшой запас дорожной одежды, в такую же орудо возиться еще. 9Он и взял с собою только купальные панталоны да шапочку. 9За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владетельница многочисленных садков, земледелец в кренолине. 9Толфтая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом рабочих в поле. 9- В поте лица своего ешь хлеб свой, – приговаривала она. 9- Так сказано в Библии. 9А вот осенью, милости просим! 9Устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку! 9- Она была молодец баба, хозяйка хоть куда! 5За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. 9Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается. 9Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурыми листьями. 9Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать. 9Пивную кружку его украшала ветка хмеля, он вообще знал толк в украшениях. 9Весь его багаж заключался в палитре с красками. 9Вылез и десятый пассажир, помещик. 9У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще об охотничьих забавах. 9Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. 9Щелк! 9Щелк! 9Багажа у него была пропасть, между прочим даже английский плуг. 9Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и отдувания следующего пассажира, ноября. 6Что за насморк у него был, ужасный насморк! 5Пришлось вместо носового платка запастись целой простыней. 9А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на место. 9Ну, да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова! 9А он это непременно сделает, он ведь был старшиной цеха дровосеков! 9Вечерами он вырезал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится. 9Вышел и последний пассажир, бабушка Декабрь с грелкою в руках. 9Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звезды. 9Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. 9Я ее выхожу, выращу к сочельнику. 9Она будет большая, от пола до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. 9Белка согревает не хуже печки, я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. 9Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочеными крылышками, 9слетит и расцелует всех, кто в комнате, и малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую. 9Теперь дилежанс может отъехать! 9- Сказал часовой. 9- Вся дюжина тут! 5Пусть подъезжает следующий! 9- Пусть сначала войдут эти двенадцать! 9- Сказал дежурный капитан. 9- По одному за раз! 9Паспорты остаются у меня. 9Каждому паспорт выдан на один месяц, по истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. 9Пожалуйте, господин Январь! 9Не угодно ли вам войти? 9И тот вошел. 9Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе, мне и все мать. 9Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают, 9Удивительные ведь времена у нас настали!